Дорогие друзья, перед началом своей проповеди я бы хотел немного привести, так сказать, нюансы из стройки. В общем, по роду своей деятельности приходится сталкиваться со строительством и с демонтажом чего-либо. Допустим, чтобы произвести монтаж чего-то, приходится сначала что-то разобрать. Так вот, есть такая пословица «ломать не строить». И когда мы разные демонтажи совершали, то строить было легче, чем ломать. Поэтому пословица достаточно спорная. И демонтаж некоторых вещей происходит очень сложно. Где-то сталкиваешься с очень мощным бетоном, где-то сталкиваешься со зданиями, которые строились в советское время, когда не жалели ничего. И ты понимаешь, что, чтобы это разобрать, нужно множество времени, техники и усилий. Зачем я про это говорю? Потому что я сегодня немного хотел бы соприкоснуться с нашими чёрствыми сердцами. Что демонтаж или сокрушение наших чёрствых сердец происходит бывает тоже очень сложно. Сокрушение иллюзий наших заслуг тоже происходит очень сложно. А прочитаю я известный всем текст. Это Евангелие Матфея, от Матфея, пятая глава, с первого стиха. «Увидев народ, он взошёл на гору, и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвергши уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот это первое блаженство, на которое я хотел бы обратить внимание. Иисус обращается к ученикам. Кто такие ученики в будущем? Это апостолы. Это яркие проповедники, которые двигаются по всей земле, можно сказать. Являются целителями, чудотворцами. Они совершают множество чудес. В будущем некоторые люди спустя столетия, можно сказать, поклоняются, поклоняются этим людям, возносят их, боготворят. А в данной ситуации это просто, можно сказать, недавние рыбаки, простые мужчины, сидят и учатся у ног апостола, у учителя, Иисуса Христа. И он им диктует формулу счастья. А формула счастья простая. Вся слава за успех в твоей жизни принадлежит Богу, а ты просто попрошайка. И, можно сказать, эту формулу они пронесли до конца своей жизни, несмотря на весь шумный успех их служения. А он действительно был очень яркий. Если прислужиться к исследователям Библии, исследователям переводов, то более точно можно сказать так, что Христос здесь восклицает «О блаженство нищих духам!» Такое восклицание. «О блаженство!» «О счастье тех, кто нищ». И понятно становится, что в тот момент, когда ты становишься нищим, когда ты признаешь себя банкротом, то счастье наступает сразу. Не когда-то в будущем времени когда-то наступит. Оно наступает в тот момент, когда ты признаешь себя нищим и становишься, ну вот как более дословно, попрошайкой. Становишься на уровень такого человека. Попрошайкой у Бога. Думаю, эту благодать, эту милость испытали ученики, которые слушали эти слова. Они испытали его на деле и много раз. Что еще можно сказать про этот текст? Вообще, в дальнейшем 5, 7, 6 главы, это, можно сказать, права и обязанности гражданина Небесного Царства. Царство, которое наступало. И вот это перечень блаженств, это перечень преимуществ граждан этого Царства. Но на первый взгляд они немного странные. Там блажены нищие, блажены кроткие, блажены алчущие, блажены плачущие. И как будто какое-то Царство лишенных чего-то. Но надо посмотреть на Царя. На Царя, который в этом Царстве. А Царь этого Царства – Бог. И Он ставит в пример дух попрошайничества. То есть полное обнуление Себя. Я никто, а Царь, наш Бог, Он все во всем. Может быть, кто-то скажет, что в этом Царстве очень недемократичный подход. Вот Бог такой все во всем, а все остальные как бы никто. Но именно в этом счастье. Все слова или многие слова Иисуса вызывали смущение людей. Я не знаю, что в этот момент испытывали ученики или народ. Может быть, кто-то задавал вопрос, а здесь не написано. Кто-то, может быть, возмущался, что это за слова, что это за непонятные слова. Потому что, думаю, и в наше время, и в то время людей, ну, можно сказать, побуждали к тому, чтобы они верили в себя. Верили в свою силу, верили в то, что они могут верить. Верить нужно в себя, что ты можешь, ты человек, ты можешь что-то. А Христос, наоборот, призывает к капитуляции. Он призывает к тому, чтобы мы признали себя ничем, признание себя нуждающимся. И все это было всегда несовременно. Но если бы человек немного вник в себя, тогда или сегодня, и узнал, кто он на самом деле, кто он на самом деле, чтобы верить в себя, он беспросветно грешен, и он внезапно смертен. Человек — это жалкий грешник, которому нужен спаситель и помощник. И первое, наверное, что бы я хотел отметить, в чем будущий гражданин Небесного Царства должен быть в роли попрошайки, это тот вопрос, который встает у человека грешного. А где взять одежды праведности? Где взять чистое сердце, святость, вообще весь набор этой красоты? И как избавиться от своей грязной одежды? Чтобы пройти перед Богом в день суда, когда он будет гневаться. И всё это человек может получить, это всё может получить, признав себя нищим, признав себя никчёмным грешником, нуждающимся в этих подарках. И когда он низко склонится перед Богом в этом состоянии и попросит у Бога, Бог может всё это дать. Но первое — это нужно признать. Часто люди, находясь на точке выбора, не хотят признаться в полной своей греховности, как-то пытаются признать свои заслуги, какие-то, может быть, добрые дела, но стоит подметить, что они никак не будут считаться в небесной бухгалтерии. То есть это ничто. Нужно конкретное банкротство. Ну, возможно, кто-то воскликнул, «Ну, Господи, ну я же явно лучше его или кого-то другого, ну я же не такой, как все, зачем мне так унижаться, зачем мне сокрушаться полностью?» И эти слова мне напоминают молитву фарисея, который говорил, что я не таков, как этот мытарь, который стоял в храме рядом с ним, где-то недалеко, и он сокрушался полностью. Ну, фарисей, ну действительно, если со стороны по-человечески взглянуть, ну фарисей же, он хорош, он неплох. И возможно, что он много что делает, он действительно прекрасен, так вот со стороны по-человечески взглянуть. Но этот мытарь, ну понятно дело, что ему нужно сокрушаться. Понятно, если еще коснуться, допустим, разбойника на кресте, ну ему вообще в слезах нужно там каяться, ему кричать нужно. А мы примерные люди, мы хорошие, может быть, нам-то и как бы можно обойтись, перечислить своих пару недочетов, сказать, Господи, прости меня вот в этом, я помню, что в каком-то году, пять лет назад я там где-то согрешил, ну и периодически у меня бывают такие вот грешочки. А так, в принципе, я нормальный. Но в Библии через апостола Павла сказаны такие слова, все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. И мы сознаем, что через Адама мы заразились ужасной болезнью, которая передается на все потомство. Болезнь, которая называется грех. И она нас поражает. И только человек появляется на этот свет, будучи ребенком еще, в его поступках проявляется эта болезнь. И видно, что он несет отпечаток этой болезни. Он тоже греховен. И не исключение никто. Во все времена все были заражены этой болезнью. И Христос видит, насколько ужасно положение человека, насколько безнадежно положение человека. И как только капитуляция или полное банкротство, признание себя ничем-никем, нету другого выхода. Не лучше ты, чем тот мытарь, не лучше я, чем какой-то самый, может быть, растлившийся грешник. Мы все одинаковы. Мы все заражены ужасной болезнью. И Христос говорил в свое время, что нездоровые имеют нужду во враче. То есть нужно признать, что ты болен. Что ты находишься в той же позиции, что и все. И это очень важный момент, признать себя безнадежным грешником, что мы своими грязными руками никак себя не помоем. Это будет абсурд. И поэтому, возможно, кто-то среди нас присутствует, думает, что от того, что он ходит в церковь, возможно, немного читает Библию или молится, или, возможно, ведет какую-то приличную жизнь, он может как-то повлиять на день суда. Но, к сожалению или к счастью, если человек не сокрушится полностью, не признает себя полностью банкротом, не признает себя вообще безнадежным грешником, то все эти надежды на свои дела, они пустая надежда. Бог это никак не зачтет. Бог предлагает полностью замену всего, что у нас есть, на свое. И Бог ждет, чтобы мы взяли это неподдельное счастье, взяли его прекрасные одежды и он со своей стороны все сделал. Он совершил спасение и готов вручить всем, кто сдается, кто не будет гордиться о том, каков он есть, хороший или чуть-чуть похуже. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это момент уже касается людей, людей, которые в свое время покаялись, в свое время признали себя банкротами, а Христа назвали спасителем. Бог подарил им Духа Святого, это верующие люди. Бог возродил их к новой жизни, и они уже приносят плоды, плоды святости, плоды Духа Святого, служат Богу. Но, к сожалению, с нами, со всеми, кто здесь присутствует, остается с нами эта ужасная плоть, которая также хочет грешить. Она как до покаяния хотела грешить, так и сейчас она хочет грешить. Ничего не изменилось с ней вообще. И она никуда не делась. И разлучение произойдет только в момент смерти. Когда мы умрем, тогда и произойдет разлучение с этой плотью. Опасность какая у христианина? Что с годами, может быть, чуть-чуть попозже, когда мы уже годы служения Богу, бывает такое наступаешь, что, а может быть, что-то уже является моей заслугой, может быть, что-то из соделанного доброго является моим, можно признать моим, но надо понимать, что любая победа над грехом, любое доброе дело — это благодать Бога, это победа Бога. И, может быть, бывает такой процесс, например, христианин согрешает, это факт. И иногда он считает, ну, это такой маленький оступок, это маленький грешок, который произошел в моей жизни. Понятное дело, до покаяния я больше грешил. Стоп. Перед Богом нет разницы. Все грехи одинаковы. Они всегда Богу противны, мерзкие и ужасные. И в этот момент стоит понимать, что вот на что ты способен. Ты только способен грешить. А все остальное, что в твоей жизни происходит, это благодать Бога. И вся наша праведность, она, вот как в Библии написано, как запачканная одежда. Вот все, что наше. И мы живем милостью Бога. И если вспомнить слова прекрасного человека, который в Ветхом Завете уже отразил, можно сказать, сокрушение, это слова Давида. В 50-м псалме, 19-м стихом, он говорит такой вывод. «Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже!» Вообще слово «сокрушение», оно несет в себе такой смысл, ну, очень смелый. Все разбивать, ломать, сокрушать. Можно сказать, ничего не оставлять, что было. Сокрушить нужно то сердце или те мысли, что мы настроили сами. И у христианина бывает тоже такой процесс, когда мы приходим к тому, что кажется, что мы что-то сделали. В процессе всей жизни, до конца, до старости, можно сказать, всю свою жизнь человек должен понимать, что все доброе – это от Бога. Все, что с нами происходит, это от Бога. Он не может гордиться вообще ничем. Будь он служителем или только начинающий верующий, все происходит от Бога. И вспомни, допустим, слова великого апостола Павла. Он говорит, «Бедный я человек, кто испавит меня от этого тела смерти?» Если, ну, можно сказать, взглянуть на апостола Павла, и он признает, что у него есть это тело смерти, что в нем есть эта плоть, которая тоже воинствует, и он признается, что в нем есть эта греховная натура. Ну, так вот по-человечески, то куда мы попали? И никогда не стоит забывать, что только смерть разлучит нас с греховной плотью. И с этой мыслью мы должны прожить всю свою жизнь. Не бояться сокрушаться в любом соделанном грехе, признаваться, что это действительно просто наш грех, который мы совершили. Не называйте какими-то ошибками, грешками или оступлениями. Просто мы можем грешить. И за этот, за каждый грех умирал Иисус Христос. И стоит признавать, что любое действие происходит именно от Бога. Бог ждет от нас вот этого молитвенного сокрушения, как у Давида. Богу это очень приятно. И с такими людьми Бог готов работать. Бог готов в их жизни еще больше проявлять Духа Святого и еще больше побед. И последний момент из этого текста «Блажены нищие духом». Я хотел отметить такое. Когда мы сокрушены, тогда, можно сказать, нас нет. Раз мы сокрушены. И в итоге кто остается? Остается только Бог в нашей жизни. Тогда Бог в нашей жизни должен и управлять всем. Он там будет хозяином. И нищий человек или знающий себе цену может проявиться и в моменте доверия жизни Христу. На себя ли я надеюсь? Или моя жизнь это полное взаимодействие с Богом? Немного хотел обратить внимание на то, ведет ли нас Бог в жизни. И если сказать более откровенно, то человек это кто? Да мы не знаем, что завтра с нами будем. Мы даже не знаем, какая завтра будет погода. Мы даже не знаем, сможем ли мы завтра работать. Мы ставим планы, строим планы, но не знаем, что произойдет с нами завтра. Мы не знаем, будем ли мы завтра здоровы. Мы не знаем, если завтра мы попадем в сложную жизненную ситуацию, как мы поведем себя. Человек – это вот совсем непредвиденно. Мы, может быть, можем сказать, что здесь и сейчас мы находимся, а что будет с нами в будущем, совсем недалеком. Мы очень мало на что влияем. И очень логично откликнуться на Божий призыв сдавать свои полномочия и доверяться Божьему водительству. Полностью бесплатно и полностью прекрасно. Но часто мы похожи на слепого, который стоит у оживленной трассы. Ему предлагают помощь, но он говорит, лучше, чем я, никто не сделает. И идет на свое поражение. Вот здесь, наверное, такое пожелание, что чем раньше мы начнем практиковаться в доверии Богу, тем мы будем счастливы и спокойнее проводить нашу жизнь. Ведь Бог, Он не человек. Бог, Он сильный, мудрый, могучий. Он ни в какой ситуации не видит тупиков. Для нас тупик буквально простая ситуация. У Бога безвыходной ситуации вообще не бывает. Просто не бывает. Мы, наверное, себе даже такого представить не можем. Но Бог – это тот, которому стоит доверить свою жизнь. И три вывода из моих размышлений. я хотел сделать. Во-первых, блаженный нищий духом – это в том смысле, когда мы способны свою жизнь доверить Творцу, доверить тому, кто создал нашу жизнь. И пусть Он ведет, управляет нашей жизнью. Здесь не стыдно быть попрошайкой, просить помощи в мудрости, в силе, в водительстве. Второй момент. Если мы давно верующие, и наша святость вдруг показалась нам в какой-то момент нашей заслугой, то стоит здесь бить тревогу и понимать, что все победы, они принадлежат Богу. Все достижения, все успехи – это Богу. Наша роль – это сокрушаться в тех грехах, признавать себя нищим и нуждаться в Его помощи, признавать свою нищету и просить Его. И третий вывод. Если кто-то из нас до сих пор стоит на распути, то лучше выбирать счастье, чем быть обмануты в последний день. Мы настолько в безвыходном положении люди из-за своей греховности. Каждому из нас нужен тот Спаситель, который решит наш вопрос представания перед судом Бога. Аминь.